Около 20 тысяч староскольцев остались без холодной и горячей воды из-за крупной аварии на магистральном водопроводе. Еще 60 тысяч человек, по словам властей, ощутили заметное снижение давления в трубах. Для жителей юго-западной центральной части города, улиц Хмелева, Пряченко, Мира, Слободы-Пушкарской, районов стройучастка и ЖД вокзала к вечеру среды организовали подвоз питьевой и технической воды. А специалисты водоканала уже вторые сутки устраняют последствия масштабного ЧП. Подробности в нашем репортаже. Я еще прям здесь буду мыться. С ведрами, бутылками и канистрами молодежь и пенсионеры поодиночке и целыми семьями староскольцы шли за водой. Работаю на Лебединском ГОКе. Вот приехал сегодня с дневной смены вечером. Воды, получается, нет. Супруга позвонила, быстро сориентировались, узнали по соцсетям, где подвоз воды. Сразу собрались бутылочки, все, приехали набрать воды, потому что как бы и дети маленькие нужны и покупать, и покушать. Шесть бутылок по пять литров уже второй раз взяли. Ну и просто еще неизвестно, сколько будет отсутствовать вода. Ну днем она ушла потихоньку. Мы не думали, что ее вообще не будет. А потом никто не объявлял ничего. Если бы ее объявили, мы бы что-то заготовили воды. А мы нам-то ничего не объявили. Вот и теперь носим. Пенсионеры с больными ножами не хожу. Хватит ведра. Нет, конечно, но я же больше не унесу. Вот эта машина. Вот эта машина приехала в Оскол из Короче. На помощь нашему округу пришли другие муниципалитеты и водовозы предприятий. На улице Ленина четыре куба питьевой воды разобрали за четыре часа. Вода закончилась. Девять часов вечера. Как быть дальше? Где ее набирать еще? На Октябрьской улице. На Октябрьской улице. Ага. Можешь еще на Новый город сходить. Вообще смерть. Издевательство набирает. Вскоре водовоз вернулся с новой партией питьевой воды. Возле ЦМИ дежурная машина МЧС с технической жидкостью. И здесь тоже полно желающих запастись ценным ресурсом. У меня там была канистра воды. И вот сейчас закончилась. Пришлось идти. Ну так, чтобы воспользоваться. Когда помыть там посуду или еще что-нибудь. Хватит. Пока хватит. А там посмотрим. С природы приехали. Дома воды нет. Получается. Ни объявлений ничего не было. Без предупреждения отключили. Я просто съездила такой воды. Купила обычную, чтобы попить. А это хоть обмыться с природы. Потому что все вся грязная. Несмотря на чудный летний вечер и красивый фонтан, наслаждаться людям было некогда. Быстро набрав воды, уступали место следующему. А мы отсюда отправились в другое место, где минувшей ночью тоже фонтанировало. В районе улицы Шолохова развернулись масштабные аварийно-восстановительные работы. Прежде чем приступить к ним, пришлось вырубить заросли кустарников и засыпать песком заболоченную почву, чтобы не увязла тяжелая техника. Работы много. Предстояло опустошить 11 километров магистральной трубы диаметром 800 миллиметров. Откроем все затычки, что мы знаем. Гидранка. Произвести завтра демонтаж старой затычки. Новую судеб доставили из Белгорода, из Белгорода водоканала. Для этого нужно все просто люди и время. Людьми помогли из областного водоканала. Помимо специалистов, в Старый Оскол днем прибыл исполняющий обязанности генерального директора организации Андрей Колесников. Он рассказал, что снижение подачи воды в резервуары водоканали заметили еще 19 августа. Но место порыва на подземном водоводе удалось обнаружить только спустя два дня. Много воды утекло с тех пор. Поэтому новый затвор изделия штучный и дорогостоящий установить сразу было нельзя. Сперва нужно наполнить водой опустошенные из-за аварии резервуары насосной станции «Горняшка», чтобы избежать завоздушивания трубопровода. На лопнувшую задвижку установили муфту, временно вернув трубе герметичность. То, что объем воды в резервуарах уже на минимально возможной отметке, мы, если начинать менять затвор сейчас, мы можем допустить завоздушивание системы. И, соответственно, вода может пропасть на длительный срок, что недопустимо. К вечеру вместо аварии МЧС установила мощный световой столб. Работы не прекращались всю ночь. Перерыв разве что на чае-бутерброды, организованный для сотрудников водоканала администрации округа. Точных сроков полного восстановления водоснабжения никто не называет. Ветхие сети могут подвести вновь в самый неожиданный момент. Основная предварительная причина нынешней аварии – также многолетний износ деталей. По технологическим срокам специалисты сейчас планируют провести работы по установке новой задвижки в течение 6-8 часов. После этого будет проверка на герметичность всех швов. Далее начнется заполнение системы водовода, который идет к городским резервуарам. Пополнять будем всю ночь и после пополнения резервуаров, после этой процедуры будет идти заполнение непосредственно системы и подача в многоквартирные жилые дома и в частности.